Библейский портал экзегет.ру представляет 135-й псалом, перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала Экзегет. Уникальный в псалтире тем, что у него повторяется одна и та же фраза. «Ки ле олам хаздо» – «Ибо вовек милость его». Ну, давайте мы его прочитаем. Я не буду читать, конечно, по-еврейски, но в этом русском «Ибо навек милость его» вы можете слышать еврейское «Ки ле олам хаздо». «Славьте Господа, ибо Он добр, ибо навек милость его». «Славьте Бога богов, ибо навек милость его». «Славьте Владыку Владыка, ибо навек милость его». «Он, только Он чудеса великие творит, ибо навек милость его». «Он создал небеса своей мудрости, ибо навек милость его». Он распростер землю над водами, ибо навек милость его. Он сотворил светило великий, ибо навек милость его. Солнце, чтобы управлять днями, ибо навек милость его. Луну и звезды, чтобы управлять ночами, ибо навек милость его. Поразил он первенцев в Египте, ибо навек милость его. И вовел оттуда народ Израиля, ибо навек милость его. Рукой своей сильной, десницей простерта, ибо навек милость его. Разделил море Суф на двое, ибо навек милость его. И провел посредине народ Израиля, ибо навек милость его. А фраона с его войском вверг в море Сув, ибо навек милость его, провел народ свой через пустыню, ибо навек милость его, и сразил царей великих, ибо навек милость его, и убил царей могучих, ибо навек милость его, Сихона царя Амарейского, ибо навек милость его, Иога царя Башанского, ибо навек милость его, а земли их отдал во владение, ибо навек милость его. Во владение Израилю, рабу своему, ибо навек милость его, угнетали нас, но Господь о нас вспомнил, ибо навек милость его, и избавил от наших врагов, ибо навек милость его. Он дает пищу всему живому, ибо навек милость его, славьте Бога небес, ибо навек милость его. Зачем это повторять? Ну, конечно, это создает такой молитвенный ритм, как «Господи помилуй» или «Слава Тебя Божию» в православном богослужении. Но одновременно это раскрытие понятия «милость». Вообще-то не «милость», а еврейского слова «хесед». Слово, которое трудно переводить, а вот здесь переводят как «милость», это частый, я бы сказал, самый обычный перевод. Но одновременно это слово означает «верность». Это некая линия поведения, это верность раз и навсегда взятым обязательством. Это стояние в договоре или в завете. Милость – это, может быть, что-то временное такое. Проходил, ни с чего видел, бросил ему денежку. Вот это милостыня. Но это не «хесед». «Хесед» – это то, что делают по отношению к близким, к тем, кто дорог. Бог по отношению к людям, люди по отношению к Богу, люди между собой, друг по отношению ко другу. И в чем же заключается его этот самый «хесед», его верность? Во-первых, это нам точно нужно знать, потому что если этого «хеседа», если этой милой верности, верной милости нет, то все бесполезно. Даже если он милостив, но, как знаете, там выходит царь на балкон и швыряет золотые монеты в толпу, кто поймал, тот молодец. Потом он уходит, и ему дела нет до этих людей больше. То тогда с ним особенно и не выстроишь отношения. Тогда ничего особенного и не получится, если он милостив, но не постоянен. А если у него есть вот это свойство, свойство, ну, скажем так, милости, которое из поколения в поколение переходит, то мы знаем, как с этим жить дальше. Мы понимаем, что, да, мы можем встроиться вот в эти отношения договора и завета. И вот поэтому Псалом напоминает нам о множестве его действий, но не как о его величии, не как о его могуществе, не как о его суверенной власти над этим миром, но как о его верной милости, как о том, что он проявляет по отношению к любящим его. Он добр, он благ, он бог богов, владыка владык. Вновь, кстати, Псалтирь упоминает других богов. Ну, в те времена это языческое влияние, оно, конечно, было вполне естественным. То есть, никто не думал, что другие боги не существуют, по крайней мере, для своих народов они существуют. Идолы, да, это ложные, и в прошлом Псалме мы это читали, но о богах он здесь говорит, как о неких реальных сущностях. Но на них он не обращает дальше никакого внимания. Только он творит великие чудеса. Он создал небеса, распростер землю, сотворил светило, луну, звезды. Он творец этого мира, он управляет этим миром. А дальше история Израиля, начиная с исхода, поразил первенцев, вывел народ Израиля рукой своей сильной, разделил море, потопил фараона с его войском, сразил великих царей. Сихон, Ог, это цари, они упоминались, кстати, и в предшествующем Псалме, цари, соответственно, Муава и Башана, которые враждовали с израильтянами. Он победил Гитлера, условно говоря, то есть врагов, которые были огромной угрозой, и землю их отдал во владение израильтянам. И дальше продолжение этой истории угнетали, но Господь о нас вспомнил, избавил от врагов. И снова такая общая характеристика, он дает пищу всему живому, потому что он бог небес. То есть, смотрите, никакой субъективности, никакой вот такой личной внутренней глубинной религиозности здесь нет, в Салтире ее много, но не здесь. А здесь есть общенародное, вот как Израиль выглядит перед Богом, что Израиль перед Богом делает, что он получает от Бога, как это вообще все устроено. А вот вся его история связана с Богом, и смотрите, история исхода из Египта, которую иудеи вспоминают во время каждого празднования Пасхи, и вот эта победа, завоевание земель Ханаана, и избавление от любых врагов, и пища, которая приходит каждый день, это все проявление этого самого его свойства, этого хеседа, это его верной милости, этой милости во верности, которую он проявляет по отношению к людям, вошедшим с ним в состояние завета. И все, казалось бы, очень хорошо и понятно, вот такой медитативный псалом, и все прекрасно, и все замечательно, и все у нас всегда будет хорошо, но следующий, 136-й псалом, скажет, что абсолютно ничего не гарантировано, и что делать с этим, разберемся, прочитав 136-й. Продолжение следует...